Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря долгожданное заседание Федрезерва 18.00 по GMT ждем фактическое решение по ключевой процентной ставки. И спустя полчаса после этого состоится традиционная пресс-конференция главы ФРС Джерома Павла. Здесь заранее трудно сказать, какой из этих событий станет источником самой значимой волатильности в рамках торговой сессии. Но могу предположить, что все-таки трейдеры будут больше обращать внимание на предстоящее заявление руководства Федрезерва, потому что касательно процентной ставки не многие верят в то, что вообще возможно повышение ставки до конца этого года. Напомню, что если ФРС просто будет придерживаться жесткой риторики и постоянно поддерживать покупателей доллар комментариями о том, что исходя из недостигнутой еще цели по инфляции, уместно и дальше сохранить процентную ставку на высоких значениях, этого будет более чем достаточно, чтобы помочь доллару держаться на текущих уровнях или даже поспособствовать дальнейшему росту и, соответственно, движению уже индекса доллара к нашей цели в 107 пунктов. До выхода решения, до оглашения решения по процентной ставке скучать, друзья, тоже не придется, потому что буквально в 12.15 по GMT нас ожидает отчет по американскому рынку труда. Это версия EDP, которая публикуется за два дня до выхода официальных данных на OneFarm Perils. Поэтому уже волатильность начнет нарастать, тем более, что Пауэлл на предстоящей поиск-конференции сможет положиться на вот этот релиз EDP. Увидим сильные цифры, точно можно будет сделать вывод, заранее еще не дожидаясь выступления Пауэлла, что он будет придерживаться точно не голубиной риторики, потому что сильный рынок труда – это один из основных разгоняющих факторов и способствующих в целом росту инфляции в стране. В 14.00 по GMT ждем также еще отчет АСМ производственного сектора. Мы в последнее время могли уже не раз убедиться в том, что рынок очень чувствительный в статистике по активности в промышленности и в сфере услуг. АСМ – это самые объективные и качественные показатели, которые помогают оценить данную отрасль. И можете открыть экономический календарь и посмотреть, что в целом, что по EDP, что по АСМ, нас сегодня вряд ли разочаруют эти показатели. Скорее, даже поддерживают настроение оптимистично настроенным покупателям доллара и могут стать источником роста американского доллара еще до заседания Федрезерва. Давайте, друзья, по порядку. Индекс доллара текущей котировки 106.56. Мы в одном очень маленьком шаге от нашей цели 107 пунктов. И я серьезно допускаю, что этот уровень может быть протестирован уже в рамках текущей торговой сессии. Как можно объяснить такой интерес к доллару, который сохраняется, и доллар удерживает позиции на локальных максимумах? По-прежнему есть две основные причины. Это очень высокие показатели доходности американских облигаций. 4,91 уже почти рядом с планкой 5%. Если сегодня Паул будет щедр на комментарии о том, что ФРС допускает возможность ужесточения монетарной политики, то, конечно же, доходность Трежери с десятилеток перевалит за 5%. Геополитика никуда не делась. Может быть, не так мы ее сейчас активно обсуждаем, как еще в конце прошлой недели. Но понимаем то, что Палестино-Израильский конфликт – это по-прежнему тема номер один. И все ждут развязки событий. Мы тоже следим за этим новостным фоном. И делаем вывод, что в таких условиях, пока Ближний Восток кипит, спрос на защитные инструменты будет преобладать. Еще, если вернуться к риторике Паула, хочу напомнить вам его выступление на форуме Международного валютного фонда о том, что политика в США должна оставаться ограничительной, потому что это единственная возможность охладить экономику в целом и тем самым погасить какие-то первые признаки усиления и роста инфляционного давления. Этими признаками являются рост заработных плат, сильный рынок труда, высокая потребительская активность. И вот эти три фактора, они взаимосвязаны. Чем сильнее рынок труда, можно сделать вывод, что он, скорее всего, в этих условиях будет дефицитным, тем стремительнее растут заработные платы, чем больше получают американские домохозяйства, тем больше они тратят. И это, в свою очередь, и поддерживает рост инфляции. Ну или, по крайней мере, уже стал причиной вот этот новостной фон, из-за которой инфляция не снижается такими же устойчивыми темпами, как было еще некоторое время назад. Поэтому, да, нужно влиять на экономику. Очень странно и парадоксально это звучит, но власти, монетарные власти США должны сейчас сделать все возможное, чтобы остудить экономику, чтобы темпы экономического роста пошли на спад. Потому что только лишь снижая ВВП, можно обеспечить некоторое охлаждение в целом рынка труда. ВВП нужно охлаждать, потому что последний показатель за третий квартал рост на 4,9%. Это, представляете, для ведущей экономики мира 4,9%. То есть даже развивающиеся страны, такие как Китай, вообще не могут похвастаться такими показателями экономического расширения. Это я снова подвел вас к тому, что за экономикой США стоит доллар, который сейчас гордится этой макроэкономической статистикой. Если сравнивать, например, с данными других регионов, где те же самые показатели ВВП еврозоны. Вчера снижение в квартальном выражении на 0,1%. То есть ВВП еврозоны снизился в третьем квартале на 0,1%. ВВП США вырос на 4,9%. Какой инструмент вы бы сейчас с большим интересом стали осматривать для покупок? Я думаю, что ответ совершенно очевиден. По другим финансовым инструментам евро-доллар 1,0568, здесь прям можно загибать пальцы, потому что очень много слабых релизов вчера было. Рынчатые продажи по Германии снижение на 0,8%, прогноз предполагал повышение на 0,5%. Инфляция в еврозоне снизилась с 4,3% до минимума за два года 2,9%. В ВВП еврозоны, как я только что сказал, снизилась на 0,1%. И самое важное, в годовом выражении показатель скорректировался с 0,5% до 0,1%. В одном шаге от нулевой отметки, а там уже пропасть под названием рецессия. Еще несколько месяцев назад также комментировал, что еврозона может оказаться в этой рецессии, зафиксировать отрицательные показатели экономического восстановления. Буду использовать такую общепринятую формулировку. И при таких отчетах и в таких экономических условиях евро, на мой взгляд, останется аутсайдером. Фунт такая же ситуация 1,2144, ждем снижения к поддержке 1,20. Основной триггер сегодня, да, ФРС тоже сможет повлиять на британскую валюту, но трейдеры ожидают уже заседание Банка Англии, которое состоится завтра. На фоне высокой инфляции 6,7% будет интересно понаблюдать за решением британского регулятора. Но думаю, что ставку оставят на уровне 5,25% и что лишит фунт какой-либо фундаментальной поддержки. Доллар иена 151,28% то, что пара оказалась существенно выше нашего целевого ориентира, то есть мы не получили экстра прибыль. Расстраиваться не нужно, друзья, потому что сейчас каждый пункт нахождения пары выше отметки 150 – это колоссальный риск валютных интервенций. И лучше уж не дополучить какую-то сверхприбыль, чем столкнуться с серьезной просадкой, если эти валютные интервенции будут проведены. Рост пары связан с решением Банка Японии по процентной ставке. По сути, денежно-калитная политика осталась без изменений. Ну, скорректировали допустимый коридор колебания доходности гособлигаций с 0,5% до 1%. Но многие считали, что, учитывая последний рост инфляции, этот коридор нужно было расширить до 1,25% или даже до 1,5%. Поэтому можно сказать, что Банк Японии продолжает придерживаться мягкой экономической политики, а не жесткой, без каких-либо сигналов, намеков на ужесточение, что разочаровало, собственно, трейдеров, которые следили за иеной и искали возможности купить этот инструмент. S&P 4205 пунктов. Ждем снижения в районе 4000 пунктов. И рынок нефти 85-25. Очень такой весомый негативный осадок от выхода данных по производственной активности Китая, который стал причиной снижения цен на бренд WTI. Но напомню, что есть и компенсирующий позитивный фундаментальный фон. Это ожидание еще большего сокращения глобального предложения, ожидание снижения запасов нефти в США. Кстати, сегодня в 14.30 будет отчет от администрации энергетической информации, что может уже поддержать позиции бренда WTI и вернуть на рынок покупателей. Долгосрочно ничего не меняется. Цели 90 долларов за баррель и потенциально еще выше. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.